Глядя на эту бодрую и общительную женщину, язык не поворачивается назвать ее бабушкой. Пенсионерка не засиживается дома, старается вести активный образ жизни. Без малого пять лет занимается в спортивном клубе при территориальном центре соцобслуживания. С палками для скандинавской ходьбы уже не расстается. Частенько выходит на прогулку. Два раза в неделю в графике аэробика. Когда уходишь на пенсию, это сидеть дома, это просто невыносимо. Когда ходишь и куда-то спешишь, и где-то нужен, это уже плюс. Круг общения у меня очень большой. У нас команда скандинавской ходьбы. Мы общаемся. Сейчас вот когда коронавирус, мы как бы ходим в лес по два, но все равно ходим. Мы по два человека, по три человека ходим и общаемся по телефону постоянно. Концерты по поводу ИБЕС. Завсегдатой гости отделения дневного пребывания Первомайского района веселятся с завидной регулярностью. Инесса Кривонос поет в группе 18+. Женщина отмечает, без преувеличения пол жизни ждала и, наконец, занимается любимым делом. В центре завела новое знакомство. От представителей сильного пола нет отбоя. Люблю петь, хотя, может быть, я не такая уж и артистка, но петь я очень люблю. Занималась я в жизни совершенно другим. Я закончила журфак когда-то и работала в газете. Очень приятно нам здесь находиться. Нам здесь организовывают досуг, а это очень важно для пенсионеров. Ведь наше государство социально направленное, поэтому нам много уделяют внимания. Отделение дневного пребывания посещают без малого 200 жителей Первомайского района старше 60. Занятия проводят четверо сотрудников и множество волонтеров. Это люди, которые захотели делиться своими знаниями и навыками с другими. Это активные, энергичные люди, которые не хотят сидеть на месте и с пользой хотят проводить свое свободное время. Поддерживать физическую форму, развивать мышление, творческие способности, осваивать современные гаджеты. И, конечно же, они хотят быть значимыми и полезными другим. В ТОПе спортивно-оздоровительные направления, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и кружок по садоводству. Пенсионеры применяют полученные знания на практике, на собственных огородах. Условия для этого есть. Президент продлил 50-процентную скидку на проезд в электричках для людей преклонного возраста. Льгота будет действовать до ноября. Предусматривается продление периода предоставления пенсионерам 50-процентной скидки со стоимости проезда ежегодно до 31 октября. Право на скидку реализуется гражданами на основании проездных документов при предъявлении пенсионного удостоверения. Дачники остались довольны таким решением. Говорят, теперь за город смогут выбираться чаще. Погода благоволит. Как пенсионер мы пользуемся этими льготами. Словно хорошо, конечно. Как может быть плохо, если идут навстречу людям, да тем более пенсионерам. Даже лучше в этом году, в прошлом году было до октября. Конечно, хорошо. Разве плохо? Да, это нужно. Это обязательно. В период, что дачный ездит в деревню, на дачу. Это обязательно все нужно. В магазинах и компаниях из сферы услуг пенсионерам отдельный подход. Бизнес старается порадовать их скидками и акциями. Кто-то устраивает клиентские дни, кто-то часы скидок. Обычно по утрам. Популярная торговая сеть разработала для людей преклонного возраста свою программу лояльности. Например, цена дисконтной карты – 1 рубль. Если есть пенсионы, получится в два раза дешевле. Каждое утро на широкий спектр товаров действует скидка. С 1 июля в Беларуси пересчитали трудовые пенсии. Повышение президент анонсировал в конце июня, общаясь с участниками памятной церемонии в деревне Борке. В среднем выплаты увеличились более чем на 5%. Теперь 470 рублей. К слову, в России эта же категория граждан в среднем получает без малого 15 тысяч. В пересчете на наши примерно 513 рублей. Украинские пенсионеры – по 3170 гривен. Или 282 белорусских рубля. Пенсия, конечно, небольшая. Что там говорить? То, что имеем, то имеем. Но я вчера правительство попросил. По-моему, указ не вышел еще. У нас где-то в четвертом квартале надо по плану. Мы планировали повысить пенсии. Тем не менее, я попросил правительство, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег. Мы должны ветеранам и пенсионерам помочь. Насколько это возможно? С 1 августа выросли и социальные пенсии, надбавки и повышения отдельным категориям получателей. В этом месяце выплаты на почте и через доставку можно получить раньше. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Деньги начнут выдавать завтра, в банках 5 августа. Если нет возможности получить пенсию досрочно, это можно сделать в привычный срок. Анастасия Пахлёстова, Максим Галеонко. Итоги недели.